Здравствуйте! Весенние баталии на спортивных аренах Республики в самом разгаре. Сегодняшний еженедельник Спорт-Ревью постарается уделить внимание каждому событию, независимо от статуса. Золотой матч чемпионата Молдовы по Ганболу состоялся на площадке Тираспольского клуба. За два тура до конца наша команда ответила на главный вопрос чемпионата. Сборная Приднестровья по спортивной акробатике готовится к главным стартам сезона. Кубок СНГ, чемпионат России, чемпионат Европы. Лучшие уже прошли отбор на эти турниры. Представители отечественного велоспорта открыли сезон на дорогах нашей республики. Близ Тирасполя состоялись гонки памяти заслуженного тренера. Второй этап открытого чемпионата по джип-триалкроссу организовали столичные гонщики. Специально подготовленная трасса выдержала международный стандарт. В минувшие выходные в регулярном первенстве Молдовы по Ганболу среди мужских клубов состоялись очередные матчи. Тираспольский ПГУ «Зюшор-1» за два тура до финиша оформил 13-е чемпионство. Золотые медали столичная команда завоевала в поединке с Бельской академией Таучи. Домашний матч против Бельской академии стал для тираспольчан решающим в борьбе за чемпионство. На старт поединка команда Александра Ковальчука вышла максимально заряженной на победу. Разящие броски Ярослава Выцеховского и братьев Маруха очень скоро оставили неудел оборону гостей. К концу первого тайма преимущество ПГУ достигло десяти мячей. Создав необходимый задел, после перерыва хозяева дали возможность проявить себя ближайшему резерву. Во второй тридцати минутке фора терраспольчан начала таять буквально на глазах. Хозяева не использовали несколько выходов один на один и соперник не замедлил ответить. Но игра чемпионского клуба отличается тем, что ситуация всегда под контролем. Молодежь ПГУ к концовке матча вполне освоилась и довела встречу до логического завершения. Финальная сирена зафиксировала победу ПГУ с Дешор-1 и утвердила очередной тринадцатый титул в истории терраспольского клуба. Когда имеешь такой кандикап, уже начинаешь просто удерживать это преимущество. Если команда опытная, постараться избежать таких ошибок, которые могут привести к поражению. У нас все-таки есть в команде несколько ребят, которые обладают этим опытом. Поэтому вот такая получилась у нас подготовка в этом сезоне. Хочется поздравить команду ПГУ с очередным чемпионством. Молодцы ребята, мы стараемся следовать их примеру, не получается. На сегодняшний момент у нас осталась одна игра с «Олимпусом», где решается вопрос второго-третьего места. Еще два тура до конца, мы уже стали чемпионом и отрыв шесть очков. Даже если мы проиграем две игры, по очкам нас уже не догонит ни одна команда, ни «Олимпус», ни «Бельси». Так что мы уже оформили чемпионство, выполнили задачу на сезон. Итак, за два тура до конца чемпионата Нибельская академия «Таукчини» и Кишиневский «Олимпус» не смогли приблизиться к единоличному лидеру. К тому же терраспольский ПГУ «Шур-1» в этом сезоне оформил золотой дубль, одержав победу и в Кубке Молдовы. Тем не менее, впереди у чемпионов остаются два матча, причем один из них с «Олимпусом». Еще один преднестровский клуб «Чеброчская Динамо» поборется за место в четверке сильнейших. На ковре столичного клуба профсоюзов весь уикенд проходил еще один официальный чемпионат республики. Представители спортивной акробатики боролись не только за титулы, но и за право представлять нашу страну на международной арене. В этом сезоне преднестровские акробаты готовятся не только к международным турнирам. Представительство наших спортсменов на официальном чемпионате Европы – вопрос, волнующий и тренеров, и их подопечных. В этом году у нас проходит чемпионат Европы в Португалии, и по возрастным категориям у нас проходит туда по 11-16 лет Николая Валитовченко и четверка – Белоус, Харченко, Бритнер и Щербаков. Мы планируем поездку в Польшу, потом у нас Кубок СНГ в сентябре, и в конце октября у нас чемпионат Европы. Конечно, основная будет подготовка к чемпионату Европы, если будет возможность туда выехать. Члены сборной республики готовятся к турнирам по новой международной Эйдж-программе. Сложные композиции проходят обкатку сначала на домашнем ковре с оценкой своих, но не менее строгих судей. В открытом чемпионате Приднестровья лидеры национальной команды подтвердили свое мастерство, завоевав не только титулы, но и высокие баллы. Я считаю, что мы достаточно хорошо выступили на этом турнире, и я очень доволен своими выступлениями. Мы просто эту композицию уже очень долго готовим, и мы ее уже отрабатывали на идеал почти. В этом году представители не только Бендер, но и Суклейской спортшколы оспаривали первенство по программе мастеров спорта. Высокие оценки, а соответственно и первые места на турнире завоевали смешанная пара Ольга Кристия и Александр Лукинчук, женский дуэт Алина Калошина и Марьяна Гарчева, а также неоднократные чемпионки республики «Женская тройка». Самую высокую сумму баллов 83,05 заработали в Эйдж-программе представители Тираспольского клуба. Иван Сериков и Геннадий Измайлов считают, что отрабатывать элементы нужно на тренировках на турнире, их надо просто показывать. Еще мы готовимся на чемпионат Европы, который будет проходить в Португалии. И готовимся в Беларусь, в Минск. И в Киев, в Киевский штургаштан. Ну и как планируете там выступить? Ну, у нас там есть серьезные соперники, которые мы все не можем победить, но сейчас мы очень хотим постараться их выиграть. В женской акробатике один из самых конкурентных видов программы – это парные упражнения. Для того, чтобы выступить и набрать 82 балла, как Влада Литовченко и София Николаева, необходимо многие годы работать рука об руку. А для того, чтобы быть чемпионками, преодолевать все трудности и ставить новые цели. Я думаю, что нужно в первую очередь, естественно, почистить работу, почистить композицию, отработать все, что недоработали на этих соревнованиях, посмотреть все свои ошибки и, конечно же, начать более сложные, учить элементы, чтобы получить больше оценку. Профессиональным отношением к делу в акробатике отличаются практически все, кто достиг уровня взрослых разрядов. По-другому выполнить сложнейшие требования программы и головокружительные элементы просто не получится. На прошедшем чемпионате именно такому серьезному подходу к королеве риска учились и те, кто только начал свою спортивную карьеру. Победители и призеры пока что в юношеских разрядах тоже получили дипломы и медали чемпионата республики. Велогонка памяти известного тренера Юрия Миркина традиционно открывает сезон шоссейных стартов. В нашей республике эти соревнования проходят уже в юбилейный десятый раз и с каждым годом растет количество участников. В этом году на классическую гонку, посвященную заслуженному тренеру Юрию Миркину, собралось около 70 участников. На старт вышли представители шести команд – Кишинев, Бельце, Дубасары, Бендеры и Террасполь – оспаривали первенство в трех различных этапах. Имена сильнейших в начале сезона назвали индивидуальная гонка на время, групповая гонка с общим стартом и так называемый критериум. Это гонка, при которой дистанция должна быть закольцована, круг должен быть в пределах где-то трех километров. И если в таких гонках, будем говорить классических, там один финиш, то здесь на каждом кругу финиш. Для определения победителя в критериуме существует необычная схема подсчета очков. По итогам каждого финиша первая четверка разыгрывает заветные баллы, по сумме которых судьи и определяют победителя. Счастливчиках здесь, как например в общем финише групповой гонки, быть не может. Десять финишей или больше в результате выдадут имя настоящего лидера. Именно таковым и оказался обладатель чемпионского титула в возрастной категории до 15 лет. Бронзу и серебро разыграли между собой бельчанин Андрей Продан и терраспольчанин Игорь Шаповал. А безоговорочную победу, уехав в отрыв, завоевал бендерский гонщик Павел Матюхин. Во-первых, потому что мне повезло. Он тренировался, тренировался. Ну и вот получилось первое место. Все, уехал нормально. Представители столичного велоспорта Виктор Павлин и Максим Колесник завоевали две высшие награды в категории старших юношей. А воспитанник Дубосарской школы Дмитрий Крица сумел вмешаться в борьбу за бронзу и стал третьим призером этой номинации. Все оказались довольно сильными, но подготовка себя моя не подвела. Готовился и ожидаемый результат был все-таки. Как обычно, самая острая борьба развернулась в гонке среди юниоров. Всего три очка разделили первое и второе место в пользу столичного спортсмена. Андрей Чебан, кстати, стал абсолютным чемпионом, выиграв все три вида однодневных гонок. Владислав Прутко из Бендер в итоге остался с серебром, а единственная медаль на счету кишиневских спортсменов у Евгения Лисника, отставшего от лидеров на 9 очков. Для подготовки к следующим стартам, которые пройдут в июне, еще есть время. Велогонщикам предстоит борьба за титул на официальных чемпионатах Молдовы и Приднестровья. В минувшие выходные в столице Приднестровья завершилось открытое первенство Тирасполя по боксу. Соревнования, приуроченные ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, собрали на столичном ринге более ста представителей кожаной перчатки. В течение трех дней на столичном ринге представители боксерских клубов Тирасполя и Слободзей оспаривали звания сильнейших. В соревнованиях приняли участие в основном новички, вписавшиеся в возрастные категории, младшие школьники, юноши и юниоры. В бои, в принципе, как у новичков, они не отличаются особой техникой, особой тактикой, но при этом сила воли, которую проявляют ребята, просто безмерна. Ребята показывают, что они хотят, ребята показывают, что они могут, что они в дальнейшем способны вырасти в хороших боксеров. В упорных поединках участники разыграли 28 комплектов наград, золотая половина из которых досталась хозяевам ринга. В возрастной категории юниоров до 16 лет отличились те, кто уже показывает свой класс на международной арене. Чемпион Молдовы Данила Платановский, представлявший на турнире клуб «Ермак», подтвердил свой титул в поединке с Романом Колбасенко. За явным преимуществом выиграл свой бой и Влад Безбабченко, положив в копилку «Ермака» еще одну победу. Очередные титулы для столичной школы завоевали не только любители классического бокса, но и кикбоксеры. Так золотые медали заработали файтеры Алексей Вноченко и Александр Иванов. Дебют слободзейской сборной был отмечен двумя золотыми наградами. Среди школьников до 14 лет Роман Чибан и Денис Каленич сумели преодолеть сопротивление представителей столичного клуба «Тиротекс». Я считаю, что соревнования должны быть любые, и чем больше на них будут парни выступать, тем больше у них будет профессионализма. Накапливать не столь профессионализм, сколь соревновательный опыт, преднестровские боксеры продолжат в ближайшее время. С 7 по 11 мая в Кишиневе пройдет чемпионат Молдовы среди молодежи, а затем в Тирасполе состоится международный турнир в памяти Виктора Казанжи. А в Биндерах в эти же дни состоялся первый турнир по греко-римской борьбе в памяти заслуженного тренера МССР Ильи Иванова. За звание сильнейших боролись юные классики из Биндер, Тирасполя, Парканду, Басар и Слободзеи. Подробности в следующем сюжете. Илья Михайлович Иванов был одним из ярычайших представителей советской школы борьбы. Богатая спортивная карьера в составе сборных команд МССР продолжилась и на тренерском поприще. Десятикратный чемпион Молдавии в новейшую историю Приднестровья вошел как заслуженный тренер нашей республики. Он подготовил целую плеяду борцов, 25 из которых удостоены звания мастера спорта Советского Союза. Об авторитетном профессионале, преданном своему делу, с благодарностью вспоминают и коллеги, и ученики. Он жесткий, требовательный, сам к себе, к своим ученикам. И в то же время слабый. Слабый, потому что незащищен душевно. Очень добрый человек. Открытый, отзывчивый. Мог последнюю рубашку отдать. И очень гостеприимный. Вот такое у нас останется воспоминание своих учеников, наших коллег в школе борьбы. В первом юношеском турнире борцы классического стиля назвали победителей в двух возрастных группах. Кадеты оспаривали награды в восьми весовых категориях. Победителями соревнований стали бендерчане Вардан, Яврумян, Илья Северин и Даниил Ефимов. В составе терраспольской сборной отличились Станислав Шляпин, Аурел Булига и Роман Балкивский. Стоит отметить успешные поединки и представители села Парканы. В упорной борьбе золотые медали завоевали Илья Трофимов и Виталий Ганчев. Еще четыре комплекта наград в весовых категориях от 32 до 46 килограммов были разыграны среди юниоров. Бендерские борцы Магомед Якубов, Эдуард Ульянецкий, Артем Деляну и Игорь Хасан победили в финальных поединках. Воспитанники заслуженного тренера Ильи Иванова очередными наградами поддержали дело своего наставника. Он столько отдал сил этому спорту. Эта школа у него была как второй дом. Детей он очень любил, особенно мальчиков. Неважно было, какой ребенок талантливый или неталантливый, он старался поднять ребенка, сделать добрые наставления. Я думаю, что многие дети, которые у него занимались в своей жизни, они очень благодарны ему. По словам организаторов, соревнования, посвященные Илье Михайловичу Иванову, станут спортивной традицией Миндерской школы борьбы. Ежегодно в конце апреля представители классического стиля будут оспаривать награды. В минувшие выходные в столичном бассейне завершился чемпионат Тирасполя по плаванию. В этом году открытое первенство города собрало полторы сотни участников из Приднестровья и Молдовы. Чемпионат проходил в два этапа, а за финалом наблюдала наша съемочная группа. В двухсотметровку вольным стилем сильнейший мужской заплыв, где терраспольчанин Игорь Гончарук завоевал четвертое золото чемпионата. Его победа над кишиневскими соперниками как зеркальное отражение всего столичного первенства. Большинство золотых медалей традиционно взяли наши пловцы. При этом конкурирующим молдавским клубам досталось 14 первых мест. С удовольствием ребята участвуют, потому что они считают здесь очень высокий уровень соревнований, очень высокий уровень судейства. Мы с уважением, конечно, относимся к судям. Это подстегивает наших ребят. И стараемся быть на высоте. Конечно, террасполь у нас всегда выигрывает, но мы всегда на втором месте. Но недалек тот час, когда мы постараемся выиграть у террасполя. Абсолютным лидером терраспольского первенства стала Татьяна Солкуцан. 12-летняя спортсменка завоевала 6 медалей высшего достоинства. Своё лучшее время она показала на дистанции 1500 метров вольным стилем. Финишировав с результатом 19 минут 32,25 секунды, Солкуцан выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Это значит для меня, можно сказать, всё, потому что это как бы моряк карьеры, я добиваюсь синих успехов, а медаль – это главное. В третьей возрастной группе трижды первенствовал Александр Вениченко. А в старшем возрасте компанию сильнейших возглавила Татьяна Перснёва, завоевавшая две золотые медали. Интересно, что мастер спорта международного класса победила в непривычных для себя стилях – вольном и бутерфляе. Сама дистанция тоже не основная. Я вообще батом не плаваю. Но сейчас, может, буду начинать. И я, как бы, уже, наверное, два года не плавала эту дистанцию. Проплыла неплохо, как по словам тренера. Что касается мужских заплывов, тут еще три победы легли на плечи Власа Кононова. Между тем, 200-метровку на спине лучше всех преодолел Никита Ламейко. А Владимир Горбороков показал лучшее время на дистанции 200 метров брасом. В целом, житероспольчане заработали 23 золотые награды. Тренеры говорят, каждая медаль – результат системной подготовки. Наши ребята недавно приехали из Белоруссии, из города Жлобина, где проводились сборы к подготовке чемпионата мира. И скоро опять поедут туда же. Это, будем говорить, наш базовый бассейн, где мы проводим учебно-тренировочные сборы. Главные старты для наших пловцов намечены уже на летний сезон. Это чемпионат мира, который пройдет в Барселоне, и юношеское первенство планеты. Оно состоится в Дубае. А тем временем любители адреналина и острых ощущений собрались в окрестностях Тирасполя, чтобы поучаствовать в международном джип-триал-кроссе. Поклонники автоспорта смогли увидеть в этот день самые мощные внедорожники и оценить их в условиях реальной гонки. Первый этап чемпионата Молдовы по джип-триалу проходил у села Улмух Инчерского района. По его итогам победителями стали Алексей Курки, Андрей Борщ, а также австриец Петр Фильберт. Второй этап прошел в Тирасполе на специально подготовленной трассе. Впервые столица Приднестровья проводила шоу такого масштаба. На этой трассе можно спокойно провести даже европейские гонки. Лично я принимал в эксплуатацию эту трассу, посмотрел все подъемы, углы и все остальное. Они соответствуют полностью европейским стандарту. Около 30 машин и пилотов выявляли лучшего в двух классах. Участников разделили в заявке по объему двигателя до 3500 кубических сантиметров и свыше. А для достижения наилучшего результата гонщикам пришлось изрядно усовершенствовать избранную модель авто. Все поменяли, кроме кузова. Двигатель сам от Мерседеса 140, 3.0 турбодизеля, мосты с блокировками от Лангкрузер 80, раздатка и коробка от Исусе Тропер. Несмотря на технические доработки механиков, добраться до финиша удалось далеко не всем. Николай Карп на своем Митсубиси Паджеро все три попытки пытался забраться на самый крутой подъем дистанции. Однако мощности автомобилю не хватило, а выбитое лобовое стекло и другие повреждения стали итогом неудачного маневра. Что произошло? У них контролируемый подъем и спуск. И, может, молодой пилот еще. Владислав Хаджили на Тойота Лангкрузер 80 пересек виртуальную финишную черту. Однако отметил, что без опыта и подготовленного автомобиля столь сложную трассу не преодолеть. Подъемы очень опасные, превышающие даже 40 градусов. Машина должна быть сильно подготовлена, резина должна быть, соответственно, навык водителя. А триумфатором турнира стал Сергей Нечипорук на автомобиле такой же модели. Тираспольчанин показал лучшее время – 3 минуты и 15 секунд. И по итогам трех заездов не оставил шансов конкурентам. Вообще, честно говоря, не ожидал. Но когда пошел третий заезд, почувствовал, что могу и поехал. На следующий год организаторы обещают провести на этой трассе международный старт и привезти в Тирасполь зарубежных пилотов. На сегодня это все новости. Удачи и любите спорт во всех его проявлениях. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!